Друзья, добро пожаловать на территорию красоты тела и души Катя Ворлд. Итак, сегодня я решила рассказать о своих фаворитах, которые я выбрала по уходу за собой в августе месяце. Приобрела я их в конце июля, поэтому, конечно же, уже начала использовать. Так вот, я теперь хочу поделиться с вами своими выводами о этой косметике. Значит, начнем с лица. По той простой причине, что я сейчас нахожусь в России, в таком маленьком курортном городке, который находится на берегу озера. К сожалению, здесь нет люксовых магазинов, люксовой косметики. Есть какие-то магазинчики профессиональные по уходу за волосами, да, что-то можно приобрести. Но вот то, что касается ухода за лицом, к сожалению, здесь в основном бытовая косметика. И у меня закончился увлажняющий крем, крем для век и маска. Я долго думала, ломала голову, куда же мне пойти, чтобы приобрести, и сделала совершенно правильный выбор, то, что я направилась в аптеку. Почему правильный выбор? Да потому что в аптеке, наверное, шансы минимальны купить подделки, скажем так, да, нежели в обычных простых промтоварных магазинах. И, значит, в аптеке я наткнулась на некоторые российские марки, которыми мы очень часто пренебрегаем. Кстати говоря, очень зря, но, опять же, не попробуешь, не узнаешь, да. Ну вот, я теперь попробовала и могу вам смело гарантировать такую вот марку Green Mama. Я думаю, многие слышали, знают. Я остановила свой взгляд на этом креме, потому что он увлажняющий, двухфазный, да. Так как у нас летом кожа пересушена, уставшая, ее нужно очень хорошо увлажнять. В августе у нас солнышко еще продолжает палить, но уже не так, вот, а лицо уже уставшее. То есть нам нужно его подготовить к осени, когда уже начнется витаминоз, нам нужно всегда выглядеть свежими. Для этого я решила воспользоваться увлажнением хорошим. Значит, оно у нас на подорожнике и мать-мачехе. Также является ароматерапией, живительной энергией, 100% натуральных, эссенциальных масел. Мне понравилось то, что крем не имеет ярко выраженного аромата. Крем очень такой, легкой текстуры. Вот. Такая вот легкая текстура. Значит, что происходит с лицом? Кожа действительно увлажняется, такая тонизированная становится и нет жирного блеска, что очень важно, опять же, да. Помню, крем у меня был Карита не так давно, я вам о нем рассказывала. Он очень хорошо увлажняет, но немножко такая, как вот кожа влажная, да. Вот у меня даже многие спрашивают, почему у вас так лицо блестит, что вы делаете, когда я делаю макияж, да. На самом деле я ничего не делаю. От Кариты вот немножко такой блеск на коже есть, потому что оно прямо вот мега увлажнение. Может быть, у меня кожа уже немножко его даже не берет, да, вовнутрь. Вот этот крем мне идеально подошел, у меня лицо матовое и в то же время нет ощущения стянутости. Очень комфортное ощущение. Значит, я его буду смело использовать весь август и пока он у меня, собственно, не закончится, потому что очень хорошее средство. Дальше я остановила свой взгляд на косметики Кора, потому что мне нужна была маска. И вот я нашла эти масочки, кстати говоря, там помимо масок еще много всего. Почему остановила взгляд именно на ней, да, потому что вот мне понравилось то, что, допустим, упаковка совершенно не вульгарная, не вычурная, без всяких там бананов и апельсинов и мандаринов заманивающих и шоколадов, да, как правило, вот бывает делают такие упаковочки. Скромная косметика, все четко и ясно написано, расписано, вот, и приобрела маску, крем-маска питательная для сухой и усталой кожи на основе сапропелевых грязи. Вот, очень хотелось попитать кожу чем-то таким, прям вот необычным. Действительно открыла баночку, здесь прям такой аромат грязи. Я отдыхала на Мертвого моря когда-то и знаю, что такое грязь, да, и вот действительно оно так и пахнет. И цвет, конечно же, соответствующий. И плюс ко всему, когда я нанесла маску на лицо, появилось такое ощущение пощипывания, да, приятного. Но это уже говорит о том, что в маске есть активные вещества, действительно, которые работают на коже. И когда я смыла маску, кожа просто сияла своим здоровьем, скажем так, да, была такая напитанная. Мне она очень понравилась, тоже продолжу ею пользоваться. Далее, кора, опять же, у нас идет крем-гель для век с маслом ши. Вот, тоже мне необходим был крем для век. И я решила вот из этой же серии попробовать, потому что скромная упаковочка, опять же, все четко и ясно написано, да, что у нас здесь. Так, масла ши, оливковое, соевое, гидролизат, протеинов пшеницы, о, это что-то серьезное. Корень женьшеня, фукус, василек, петрушка, витамин Е, кофеин. Вот, прекрасная такая вот водянистая текстура. Крем такой немножко водянистый, вот он. Крем легкий, очень хорошо впитывается. Я его использую как для век, так же для губ. Потому что кожа на веках и на губах практически одинаково нежная. Вот. Очень довольна этой косметикой. И, значит, крем на ночь я выбрала, который я покупала в середине июля. Это тайская люксовая косметика, хендмейд, скажем так, ручной работы. Вот в таком вот, как это называется, фарфоровом пузыречке, фарфоровой баночке тоже, что приятно. Значит, внутри такой крем с очень хорошей плотной текстурой и, конечно же, благоухание. Очень хороший такой аромат, потому что тайцы, они все-таки предпочитают вместе с косметикой еще и как бы применять ароматерапию, да. То есть у них это все очень развито, всякие масла, арома, вот. И в этом креме что-то такое присутствует. Но крем очень хороший, такой плотненький, то есть как раз на ночь. Очень такой витаминизированный, видимо, да. Здесь больше ничего о нем не написано, коробочку я выбросила. Но тоже кожа прекрасно себя чувствует. Ими я пользуюсь на ночь. Дальше ногти. Для ногтей я, опять же, выбрала отечественного производителя. Evelyn Cosmetics, вот, как называется. Действительно, порой мы зря пренебрегаем такими вещами, потому что замечательный лак. Мгновенный эффект белых и здоровых ногтей. Профессиональное покрытие с отбеливающим эффектом. Так вот прямо называется. И можно видеть, вот он в текстуре такой прям плотный, белый и немного с голубым таким вот оттенком. То есть я его наношу прям и под лак, и вместо лака, потому что выглядит он просто шикарно. Даже вместо лака. Можно даже не покрывать кончик белым лаком. То есть если вы просто покроете этим лаком, выглядит как френч. Вот, выглядит как френч. Ногти очень ухоженные выглядят. И когда вы стираете этот лак, свои ногти, ногтевая пластиночка уже такая отбеленная. То есть он действительно отбеливает, действительно укрепляет. Вот они мои ногти. А сейчас у меня под этим лаком находится основа вот этот лак. В августе я выбрала для себя парфюм от марка Jacob Salola. Если вы помните, покупала я его в начале июля. Я делала серию о парфюмах. Он у меня еще был в упаковке, потому что очень-очень много парфюмов любимых. И вот наконец-то решила я его разоблачить. Аромат невероятно элегантный, очень тонкий. Очень-очень летний, цветочный. Такой какой-то прямо девственно чистый. Вот, это мой парфюм на август. Дальше язык. Может быть не все знают о том, что нужно ухаживать за языком. Я приобрела вот такую вот лопаточку. Но у меня уже была лопатка. Она просто была для меня какая-то некомфортная, то ли большая или что. А то мне было неудобно ей пользоваться. И вот опять же в аптеке я нашла вот такую удобную. Совершенно по форме моего языка. То есть, такой лопаточкой мы очищаем язык. И в то же время делаем массаж. Опять же, может быть не все знают, что здоровье нашего тела, да, зависит, во многом зависит от чистоты и здоровья нашего языка. То есть, язык обязательно нужно массировать. Это как профилактика болезней всяких различных. И очищать, конечно же, потому что на нем собирается масса бактерий. Там за ночь, в общем, нужно это делать по утрам. Рекомендую. Теперь волосы. Для волос я выбрала вот такой вот кремовый уход термо-репея. От Лореаль. Профессиональная косметика от Лореаль. Значит, в чем суть этого крема? Крем действует, когда вы сушите волосы феном. И в то же время защищает. Наносится крем на всю длину. И феном просушивается под воздействием термообработки волосы. А крем начинает очень хорошо работать в структуре волос. Разогревается. И, видимо, там молекулы как-то начинают восстанавливать волосы. Волосы действительно шелковистые, тяжелые такие, увлажненные. Нет секущихся кончиков и нет пересушенности после фена вот этой. Даже после того, когда потом после фена этого вы помоете волосы, вы ощутите, что волосы здоровые. Очень-очень хорошая защита и уход. Тоже рекомендую. Дальше для волос я выбрала свою любимую щетку, которую я выбрала уже год назад и купила в Германии. Но я думаю, что в России она тоже есть. Вот такая вот щетка с ионизацией. Здесь вот есть вот такая кнопочка. При нажатии, который загорается, такой вот зеленый свет, да. Вот. И сзади есть вот такое вот отверстие, которое при закрытии закрывается и при открытии кнопочки открывается. Отсюда немножко такое шипение, кстати говоря, слышно. Отсюда поступают ионы. Щетка имеет очень хорошую такую вот щетину. Очень упругую. То есть можно производить хороший массаж головы. Как я рассказывала, да, по сто раз расчесывать волосы. Это очень полезно. Щеточка подходит как для длинных, так и для коротких волос. У меня были длинные, я ее использовала с удовольствием. Также сейчас короткие. Также я ее пользуюсь с удовольствием. Изменять я не буду ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре. Она всегда будет со мной. Также для волос я открыла вот таких вот два мистически волшебных пузырька. Почему мистически волшебных? Другого слова не подберу. Купила в профессиональном магазине по уходу за волосами, значит. Марка называется Hair Company. Больше, по-моему, ничего не сказано. Professional, да. Дублеэктинт. Вот так вот сложно написано все. Такие вот две эмульсии. Одна такая в виде молочка. Вот если увидите название. Вот так оно выглядит. Практически иероглифы. Вот такой вот, значит, состав в виде молочка. И второй такой вот в виде то ли масла, то ли какой-то такой, не знаю, что это. В общем, что-то такое. Эти две эмульсии смешиваются вместе в равных пропорциях. При всем при этом, когда вы их смешиваете, они сразу же в эмалированной посуде становятся почему-то горячие. То есть водичка такая горячая получается. Затем ее нужно быстро нанести массирующими движениями на всю длину волос. И также на кожу головы повтирать. Одеть шапочку или пакет. И с этим со всем делом я находилась на минут 40, наверное. Результат потрясающий. Волосы как шелк. Просто вот структура очень выровнена такая. Волос гладкий-гладкий. Как будто бы ламинирование произошло вот таким вот легким способом. Куплю еще. Буду ухаживать теперь такими штуковинами. Не знаю, как называется этот уход. Но, в общем, какое-то мега восстановление. Ну и наверняка будет главным вопросом этого месяца мой цвет волос. В этом месяце я выбрала вот такой вот натуральный темно-русый оттенок. В данном случае он выглядит практически таким вот темно-коричневым. Но, конечно, при первой смывке это все дело посветлеет. И будет такой вот однотонный натуральный русый оттенок. Это красочка Игора. Профессиональная крем-краска Игора от Шварцкоп. Тон я выбрала 6.00. Захотелось однотонного такого оттенка. Потому что у меня волосы были светло-русые. Да, и такие уже выцвешшие. Можно было видеть такие блики белые, пряди. Потому что постоянно на солнце. И мне захотелось вот однотонного ровного оттенка. Посмотрим, что еще получится. Ну, я знаю, что на моих волосах краска смывается очень быстро. Держится очень мало. Поэтому в скором времени вы меня, скорее всего, увидите опять русую. Ну, сегодня я вот такая вот. Надеюсь, что вам нравится. Вот и весь обзор на август месяц. До новых встреч. Пока!